Всем привет! Я Валерий Хаблов. Вы на канале Старая Голубятня. В прошлом видео мы заготавливали древесину груши. В этом видео будем протачивать заготовки под сушку. Из более мягких чурбачков уже проточили парочку заготовок. Здесь простейшее точение и подробно показывать его и останавливаться на нем я не буду. В центрах проточили конус, с донышка выбрали гнездо под крепление патрона и спиральным сверлом большой длины просверлили на всю длину, на всю высоту заготовки отверстия. Дело в том, что наличие отверстия в середине заготовки в разы ускоряет сушку. В таком виде уже будем сушить в микроволновке. Дерево довольно сухое и я думаю недели за две будет высушено. В данной заготовке имеются участки очень мягкие и более здоровая древесина. В общем-то надо контролировать, поскольку если дерево начинает трескаться, то трескается по слабым участкам. В целом, опираясь на опыт, можно ожидать, что сушка пройдет без проблем. Ну а из более твердых чербачков будем точить боксики с крышками. Это дерево более плотное и, я думаю, это точение более интересное. Приступим. Намечаем керн центры и сразу определяем, где у нас будет вверх, где низ. Обычно вверх идет менее плотная древесина. И если есть трещины, то их пускаем вверх, поскольку для крышки будет снято больше материала, и есть вероятность того, что эти трещины вообще уйдут в отходы. Забиваем поводковый центр. Зажимаем в станок. Сначала протачиваем цилиндрическую форму, таким черновым резцом. Дерево все-таки рыхлое. И оно скорее скалывается, чем режется. Но равномерно плотное. Думаю, получится боксик интересной формы. Теперь приступаем к формированию формы. Попробуем к sport Nowak overboard. Попробуем. Оно связано. Все-таки по-другому. Итак, обязательно бесп foll Corinthians. вот предварительная форма примерно и проточена дерево конечно рыхлая после высыхания становится более твердым я думаю будет нормально довольно большой боксик получается ну теперь надо разделить корпус и крышку ну вот форма боксика под сушку будет такой теперь надо выбрать гнездо подкрепления патрона ну достаточно теперь отпилим лишнее теперь надо установить патрон патрон теперь выбираем внутреннюю полость ну вот достаточно крышка у нас уже готова к сушке теперь выберем сверлом отверстие которое облегчит нам выборку внутренней полости и и и дерево мягкое крепление ослабляется ну и сразу устраним биение поскольку это будет мешать нам и и и и и и и работаем осторожно потому что крепление дерево слабое и можно сбить центра придется поправляться поэтому поэтому лучше не спешить и 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 смеси под резцом, чем режется. Но если не спеша аккуратно работать, то вполне можно справиться с источением. После высыхания она будет резаться гораздо лучше. Дерево станет тверже и можно будет отшлифовать. Хорошо будет смотреться под воском. Ну вот так всю партию и переточим. Затем сушка, я думаю недели две, может быть даже быстрее. В следующие видео покажем уже окончательную проточку. А сейчас до новых встреч на канале Старая Голубятня.